Друзья, всем привет! Если вы хотите побомбить, то это видео как раз для вас, потому что сегодня очень много контента, как жильцы домов выгоняли нас со спотов, потому что, видите ли, им так захотелось, видите ли у них территория при доме, которая якобы является только их, и прыгать там здесь нельзя, заниматься спортом нельзя. В общем-то, хочу заранее вам сказать, что если вас выгоняют со спота, если вам не разрешают тренироваться на площадке, которая находится рядом с чьим-то домом, вызывайте сразу полицию, но только если это не частная собственность. На частной собственности вы тренироваться не имеете права. Но если это просто жилой дом, сразу же вызывайте полицию, полиция с ними разбирается, потому что по-другому нельзя. Советские люди, они такие, что подделать? Всем привет, дорогие друзья, вы попали на мое новое классное видео, и сегодня, наконец-то, Артем приехал из Канады. Всем привет, чуваки. И мы выбрались снимать классненький видосик, пришли на первый спот на разминочку, целый день будем ходить по Киеву, искать новые места, где мы еще не прыгали, здесь классные связки, надеюсь, вам этот видос зайдет. Присаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь этим классным контентиком, погода охренительная, позволяет нам тренить, и будет совсем не жарко. Пришли, вот такой вот спотик, и здесь у нас связочка, делаем манкур и сюда в окурчик. Расстояние, посмотрите, реально огромное. Как, ты думаешь, делаем мы его? Я думаю, легко. Карантин не помеку, будем сегодня тренить. Ой, жив, целый орел. Пуш, пушка, говорится, пушка. А, стик хороший, да, но для ТОСЧХ чуть-чуть больше. О, ну, вот, почти что в темп. Небольшая задержка, да, 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 но нормально. Сейчас это в темп. Понял, как бежать, сразу сделал нормальненько. Да, блин. Да, бляхо, ты скользнул здесь. Отсел скорость. Это было обалденно. Я понял свою ошибку, мы пересмотрели кадр. Когда подседаешь, манкур идет прям так на иисе в перелет. Ощущение обалденное. Если что, у меня сломанный палец на бензинце. Я прыгаю со сломанным пальцем. И он у меня жутко начал болеть. Тем не менее, мне это не мешает заниматься. Вы сидите перед телевизором со всеми живыми пальцами не сломанными. Выбирайтесь на тренировки. Манкур нас очень сильно вымотал, потому что это было очень сложно сделать в темп. И мы перемещаемся на следующий спот. Это должны быть прыжки с крыши на крышу. Это должно быть максимально эффектно. Для чего существует этот парапет? Для того, чтобы мы потом сдавали деньги, это покрывали цементом и ремонтировали. Так а почему мы будем сделать один раз нормально? От нашего веса ему ничего не будет? Нет, ну давайте. Моги, можно нам 5 минут? Мы быстро снимем то, что нам надо. Нет, ну найдите себе. Я сейчас везу в полицию, зато у меня это достает. Я понимаю. Смотрите, полиция нам ничего не сделает, потому что мы противозаконного ничего не делаем. Не имеете права здесь находиться, потому что это территория нашего дома. Это моя пара. Подождите, ну окей, а почему мы не имеем права здесь находиться? Потому что вы занимаетесь тем, чем тут не предусмотрено этот спорт. А где написано, что не предусмотрено? Кто это знает? Ну здесь нормально, слушай, вот идите дальше. Так площадки, детские площадки, спортивные площадки, это не для нашего спорта. Парадная, это не для того, чтобы по нём топтались и ходили, понимаешь? Я всё, я делаю последний прыжок и мы выходим. По одному последнюю. Один прыжок и всё. Вы не первая, вы поймите, вы приходите, ну вот как с этим бороться? Нас послали нас подальше. Судя такой же, единственное, что здесь нельзя туда нормально прыгнуть, потому что неприятные болты торчат. Йоу! Йоу! Но меня радует то, что здесь никто к нам не выходит. Красава! Мы встретились с ребятами, и они только что мне скинули и показали видосы, как мужики их начали выгонять со спота. Расскажите более подробно. Мы решили попрыгать солнечным днём на спотах. Мы прыгали на площадке, и к нам подошла два дедушки пожилых таких, ну лет 50. Ну таких. Ну мы уже сразу поняли. Они начали нас прогонять. Говорит, что если мы сломаем шею, то они будут за нас ответственны. Говорит, что площадка создана для детей. А вы прям совсем не дети. Мы уже не дети, мы уже пожилые. Пожилые люди, да, старые. Вызвал на нас полицию. Значит, приехала полиция, она разговаривала с ним. Где-то полчаса по поводу этой ситуации. Полиция, я думаю, при разговоре с ним поняла, что у них проблемы с мозгами. Полицейский подошел к нам, добрый, хороший мужчина. Сказал, что мы на лавочках не прыгали, и все. Сказал, что лучше прыгать паркур, чем колодца. И принимать наркотики. Да, да. Полицию вызывайте. Какую полицию? Так что вы нам угрожаете полицию? Это дом кооперативный, понимаешь? Это наша территория. И мы за нее отвечаем. Иди в следующий дом, там дом государственных, да? Иди туда гуляй. Ну нет, да домой, иди домой. За себя дома и там не прыгают. Так мы шла за себя дома. На приезжей, что ли? Вы что, собираетесь? Вы, мы ваш способ сбросим. Идите штрафы заплатить за наложные. Не умничай, понимаешь? Не умничай. А с чего? Не умничай. Вы, не умничай. Хорошо, я на лекаре пойду. Какой-то сейчас тут надо поговорить. Вы, где-то, где-то гуляйте. Вы видите, хотя на лавочках? Вы, хотя на лавочках, видите? Я не понял. Что они что-то случилось? Вы, что же, ставите, ставите. Это не честно. Это не честно. Ребятки, уже в этот четверг, 16 июля, будет моя фан-встреча в час дня в универмаге Украины на втором этаже во Фризоне. Всех вас ждем без исключения. Приходите, будем общаться. Будет очень круто и весело. Обязательно приходите в маски, потому что на месте мы там выберем самого креативного, у кого будет самая веселая маска, и разыграем что-нибудь среди вас. Ждем. мы перебрались на следующий спорт здесь у нас такой вот прыжочек с крыши на крышу он небольшой невысокий но падать будет неприятно поэтому лучше его делать посмотрим какие связочки можно сообразить здесь и будем выдвигаться дальше искать новые места новые споты и тренироваться обалденное ощущение полета над высотой прыгать намного опаснее не повторяйте задание потому что это может стать вашим последним прыжком мы профессионалы тренируемся долго и можем идеально сконтролировать это ощущение непередаваемое только что прыжок вот этот дел он на самом-то деле не особо большой но за счет того что здесь не приятно падать вниз за счет того что металл скользкий было очень дискомфортно я решил вытолкнуться немножко слабее и в итоге получилось но самое интересное что я во время полета успел наложить штаны очень хорошо поскольку я выпрыгнул прям идеально на ровненький идеальненький акур но поскольку здесь металл у меня нога могла моих поехать вот я прыгнул идеально просто вылетел идеально долетел все супер не смейте за нами повторять классный прыжок как тебе когда ты снимал очень круто мне было стрёмно секунды потом ты не долетаешь пленду как русел пришел есть кадр на айфоне так что в инстаграм stories нам подписывайтесь ссылки все на наши тик токи тоже подписывайтесь руки в описании после этого классного спорта с прыжками на крыше мы перемещаемся на следующий спот и будем искать что-то новенькое сегодня и наслаждаться этим прекрасным днем потому что наконец-то погода не жарко и мы можем позволить себя ходить пешком по всему городу я под вечер переместился попрыгать на наш основной спот и мы встретили здесь вот этих вот малолетних три раннеров которые сейчас сын и будут чё-то тренить что-то прыгать попали на сети всем аккуратнее будешь надеюсь вам видос понравился если это так то не забывай ставить большой палец вверх подписываться на мой канал и обязательно подписываться на все наши соц сети не забывай что 16 июля проходит моя фан-встреча в универмаге украины всех буду ждать огромное спасибо всем за данный просмотр с вами был алекс всем пока а 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 о а м а а а а а а а да и а